Псалом 15 с объяснением. Молитва Давида, чтобы Господь сохранил его среди избранников и удостоил вечной жизни. Псалом 15, пророчество о Мессии. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые бегут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не упомяну и имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, разувившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда я видел Господа перед собою, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. Оттого возрадовало сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радости перед лицом Твоим. Блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 15. Объяснение Давида и глубокое размышление о вере. Псалом 15, также известный как Псалом Давида, является глубоким размышлением о вере и надежде, направленным как на самого Давида, так и на Христа. Исследуйте темы надежды, защиты и жизненного пути в этом мощном Писании. Не забудьте подписаться на больше подобного контента. Псалом 15. Комментарий. Краткое содержание. Стих 1. Сохрани меня, Господи. Я взываю к Тебе и стремлюсь к святым на Твоей земле. Стих 4. Не приму участия в служениях идолам. Стих 7. Благословляю Тебя, научающего и подкрепляющего меня. Стих 9. Уверен, что Ты не оставишь меня в аду и не дашь истлеть, но пошлешь в блаженство. Псалом 15. Известный также, как Псалом Давида, представляет собой глубокое размышление о вере и надежде, обращенное как к самому Давиду, так и к Иисусу Христу. В нем прослеживается удивительная параллель между двумя фигурами, подчеркивая и их уникальное положение пред Богом. Начальные строки Псалма пронизаны глубокой преданностью и любовью к Богу, качествами, которые присущи только Христу. Он говорит о своем уповании на Бога, как на единственную опору и источник силы, выражая полное доверие к Его воле и защите. Эти слова, наполненные страстью и безграничной любовью, звучат как молитва, молитва, исходящая от самого Христа, позволяя нам представить Его как человека, полностью предающегося Богу в своем земном жизненном пути. Вера в Божью силу Но не только начало Псалма 15, но и его финал относится ко Христу. В нем звучат пророческие слова о воскресении, о непоколебимой вере в Божественную силу и непреодолимом триумфе над смертью. Это непоколебимая уверенность, которую можно сравнить с твердым камнем, несвойственна Давиду, который, как и все люди, испытал тление. Апостолы Павел и Петр, толковавшие Священное Писание, также отмечали, что Псалом 15 имеет непосредственное отношение ко Христу. В Деяниях 2 глава 24 стих и 13 глава 36 они утверждают, что Давид был погребен и умер, а это значит, что он увидел тление. В то же время Иисус Христос, как воскресший Спаситель, пережил смерть и избавился от власти тления. Таким образом, Псалом 15 олицетворяет глубокую связь между Древним Заветом и Новым Заветом, где история Давида является прообразом истории Христа. Этот Псалом позволяет нам увидеть удивительную параллель между древними пророчествами и историей воплощения Христа. И, разумеется, убедиться в том, что Бог всегда верен своим обещаниям и сдерживает свое слово. Встреча Давида с Богом Псалом 15 – это глубокое и многогранное произведение, которое можно интерпретировать как личный гимн Давида, пророка и царя Израильского, но также, как и пророческое предвидение о Христе. Он делится на две основные части, каждая из которых обладает своим уникальным смыслом и контентом. Первая часть, стихи с 1 по 7 – это личное исповедание Давида, в котором он выражает свою глубокую веру в Бога и свою преданность Ему. Он говорит о себе как о члене тела Христова, то есть о том, кто разделяет его веру и стремление. Стих 1 – Давид утверждает, что Господь – его Бог, подчеркивая свою глубокую связь с Богом и свое полное упование на Него. Второй стих – он выражает свою покорность Богу, говоря, что все его желания направлены на то, чтобы угодить своему Создателю. Третий стих – Давид описывает свое сострадание к Божьему народу, своим братьям и сестрам по вере. Четвертый стих – он подчеркивает свою приверженность истинному поклонению Богу, отвергая все ложные идолы. Стихи с 5 по 7 – Давид выражает свою полную удовлетворенность в Господе, говоря о том, что только в нем он находит истинную радость и утешение. Пророческое слово о Христе Вторая часть стихи с 8 по 15 – это пророческое слово о Христе, которое Давид говорит от имени самого Спасителя. Эта часть псалма пронизана глубоким смыслом и предвосхищает важнейшие события в жизни и служении Иисуса. Стих 8 Давид говорит, что Господь всегда был рядом с ним, указывая на постоянное присутствие Бога в жизни человека. Стих 9 Он говорит, что Господь – его защита, его надежда и его удел. И, вне сомнения, подчеркивает роль Бога как опоры и источника силы. Стих 10 по 11 Давид описывает свое полное упование на Бога, который всегда ведет его и защищает от зла. Стих 12 Он утверждает, что Господь – его свет, его спасение и его сила, показывая, что только в Боге он находит истинную радость и свободу. Стихи с 13 по 15 Давид говорит о Боге, как о своем Царе и своем Господе, подчеркивая свою глубокую веру в его власть и преданность ему. Покорность и любовь к Богу Псалом 15 – это не просто поэтический текст, но и богословское послание, которое буквально имеет огромное значение для верующих всех времен. Он, безусловно, напоминает нам о важности веры, покорности и любви к Богу, а также, что Бог всегда с нами, защищает нас и ведет нас к вечной жизни. Книга «Деяния», 2 глава, 25 стих и следующие стихи, которые упоминаются в тексте, подтверждают пророческую природу Псалма. В своей проповеди апостол Петр объясняет, что Давид предсказывал воскресение Христа, используя слова этого Псалма. Псалом 15 – это прекрасный пример того, как личные переживания могут быть использованы для того, чтобы говорить о Боге, о Его любви и Его силе. Притом, Он напоминает нам, что вера – это не просто набор законов, а глубокая и личная связь с Богом, которая приводит к жизни, исполненной радости и смысла. Слава Христа Псалом 15 – это глубокое размышление о Божьем присутствии и победе над смертью, а также предвкушение славы Иисуса Христа. Он, бесспорно, раскрывает нам два ключевых момента, которые тесно связаны друг с другом. Во-первых, Псалом 15, 8 подчеркивает непосредственное присутствие Бога рядом с Искупителем во всех Его служениях и страданиях. Это особое присутствие Бога, которое не просто сопутствует, но становится неотъемлемой частью земного пути Христа. Бог не только наблюдает, но и активно поддерживает и укрепляет Своего Сына в каждый момент. Эта мысль находит свое подтверждение в Евангелиях. Более того, где мы видим, как Иисус постоянно в общении с Отцом и получает от Него наставление и утешение, даже перед лицом смерти. Бог всегда рядом. Во-вторых, Псалом 15, стихи с 9 по 11, раскрывает видение Иисуса Христа собственного воскресения и последующей славы. Иисус, как предсказывает Псалом, видит не только свою смерть, но и последующую победу над ней. Эта перспектива наполняет Его радостью и надеждой, придавая сил для прохождения через все трудности и испытания. Он знает, что Его жертва не напрасна, что Он станет первым плодом воскресения, открывая дорогу в вечную жизнь для тех, кто в Него верит. Важно отметить, что Псалом 15 не просто описывает события прошлого, но и является пророческим текстом, указывающим на будущее Искупителя и Его победу. Этот Псалом дает нам понимание, что даже перед лицом смерти мы можем иметь надежду на воскресение и вечную жизнь. Он, несомненно, напоминает нам, что Бог всегда рядом, и что, несмотря на трудности, мы можем опираться на Его силу и верность. Псалом 15 является одним из ключей к пониманию Евангелия, описывая главную тему христианской веры, победу жизни над смертью, вознесение Искупителя и надежду на вечное спасение. Он призывает нас с верой и доверием вглядываться в будущее, зная, что Бог всегда с нами и что победа уже завоевана. Сохрани меня. О, Господи, мой Бог, я призываю Тебя, чтобы Ты сохранил меня среди Твоих избранных и удостоил меня вечной жизни. Я знаю, что Ты всемогущ и милостив, и я верю в Твою любовь и милосердие. Пусть Твоя рука защищает меня от врагов и злых сил. Пусть Твой Дух направляет мои шаги по праведному пути. Я желаю быть Твоим слугой и следуя Твоим заповедям, чтобы быть достойным Твоей благодати и милости. Господи, я знаю, что Ты послал Иисуса Христа, Спасителя мира, и я молю Тебя, чтобы я был одним из тех, кто будет спасен им, благодаря Твоей милости. Пусть мой Дух будет готов к встрече с Ним, и пусть я буду жить по Его учению, чтобы быть достойным вечной жизни в Его Царстве. Пусть моя вера в Тебя будет крепче, мой Господь, и пусть я всегда помню о Твоей любви и милосердии. Пусть Твоя благодать наполняет мое сердце, и пусть я всегда буду благодарен за Твою любовь и защиту. Молю Тебя, Господи, сохрани меня среди Твоих избранных, и удостой меня вечной жизни в Твоем Царстве. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Если вам понравилась запись, или вы получили слово «Откровение от Духа Святого», конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.